Брестская Виктория Потрясающий шумовой пролог. Брест мечтал о продолжении Лигачемпионского праздника в этом сезоне. И ведь поначалу дрогнули матерые фленбуржцы. Готфринсон в штангу, рет мимо ворот, а если мяч и в створ, то пешеч на чеку. Вот бы самим на старте игры в завершении чуть больше удачи. Но у немцев здорово страхуют тылы Бергерут. Тем не менее, Фленсбург делает стартовый рывок. Точные завершения Хальда и того же Рёда и уже отстаем 1-3. Вынуждая Манолог Аденоса уже на девятой минуте взять тайм-аут. Корректировка атакующей стратегии и дело идет на поправку. Включается Петер Джорджич. Кому как не 55-му номеру БГК знать, где тонко в оборонительных построениях бывших коллег. БГК штурмует подготовленными размашистыми позиционками. Фленсбург отвечает быстрым центром. Ход матча постепенно превращается в классическую перестрелку с нежеланием отпускать друг друга больше, чем на мяч. К перерыву равенства никому из оппонентов нарушить так и не удается. 14-14. Стар второго тайма своей первой пятиминуткой намекнул на продолжение ритма. Мяч-мяч. Но не тот-то было. Фленсбург взрывается, демонстрируя всю свою игровую мощь. Увы, сдерживать лидера Бундеслиги в эти минуты не получается. Фронтмен немецких атак Расмус Лаугешмидт. Именно благодаря его шести мячам на этом отрезке матча отрыв в счете растет, как на дрожжах. К 50-й минуте табло Виктории высвечивало печальное минус 8. 21-29. С тем же отставанием заходим и на финишную шестиминутку. 22-30. На этом месте отдельное браво нашей команде. За то, что не опустили руки. За то, что не сдались. Отдельное браво ибреским трибуном, продолжавшим верить и штормовым прибоем поддерживать команду. И почти невозможное. Почти случилось. До конца матча зачехляем пушки немецких снайперов и больше не пропускаем. Зато сами заряжаем шесть раз подряд. Жорджич. Юринок. Ивич. Дважды кулак. А под сирену очередной семерик от Баранова. Да. В итоге уступаем 28-30. Да, через неделю решать задачу по отыгрыванию двух мячей на Фленцарене. Но кто сказал, что после брестского камбэка такое невозможно? С тем и начинаем готовиться к ответному матчу. Шоу должно продолжаться. Игра получилась довольно-таки интересная. Обильно, конечно, что проиграли такой матч. Был отрезок, где, скажем так, много не забили своих голов при выходах 1 на 1. Не смогли переиграть вратаря. Но как бы не оставились, не сложились, скажем так, руки. Бились до конца. Да, сократили до минимального счета. Так что все возможное. Мяч круглый. Еще остаются шансы на выезде. Будем стараться победить и пройти дальше в 1-4. Матч получился отрезками. Где-то играли хорошо, где-то очень плохо. Главное, что под концовку сумели сделать, отыграть этот задел, который у них был с 6 мячей. Но главное, матч впереди. Делаем работу на ошибками и будем работать. В целом, очень удовлетворен результатом. Победили в сложном матче. Хотя, по тому, как развивались события во втором тайме, итог мог быть и более благоприятным для нас. К сожалению, в конце матча допустили слишком много ошибок, потерь, позволили соперникам забросить пенальти. Тем не менее, результат считаю приемлемым. У нас сейчас выгодная позиция, чтобы развить успех во втором матче дома. Горжусь своими игроками, которые сыгрались с максимальной концентрацией. Если бы перед игрой мне кто-то сказал, что счет будет именно таким, то, безусловно, был бы доволен таким результатом. Сейчас же присутствует легкое разочарование, учитывая, как развивался поединок. Вели 8 мячей, но не сумели удержать преимущества. Отмечу отличную атмосферу на трибунах. Брест – это непростой соперник, и никому здесь легко не приходится. На определенном этапе поединка наш соперник продемонстрировал просто запредельный уровень гандбола, на который мы не смогли адекватно отреагировать. Хорошо, что нам удалось восстановиться от этого удара, и мы смогли найти в себе силы вернуться в игру. Раунд плей-офф состоит из двух поединков. Остаемся в игре до следующего матча. Это очень хорошо, что мы смогли найти в себе силы и ответить сопернику на их запредельный уровень. Поверьте мне, играть в Бундеслиге и не терять очков – это фантастический результат, который до сих пор казался невозможным. Хорошо, что мы совершили камбэк. Это закаляет характер команды. Мы живы, и значит, едем во Фленсбург с надеждой навязать сопернику борьбу и в итоге пройти дальше. Продолжение следует...